Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. В студии Алисия Харлина и наши журналисты готовы рассказать о главных интересных темах. Смотрите в ближайшие несколько минут. В Рязанской областной думе обсудили вопросы организации и осуществления общественного контроля. Сытые и вполне довольные сотрудники трогательного зоопарка готовы к нападкам зоозащитников. История одной фотографии легла в основу документального фильма о Павле Швальбе. Проект закона об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в регионе сегодня обсудили в рамках круглого стола в Рязанской областной думе. Законопроект об общественном контроле разработан в исполнении федерального законодательства и уже принят в первом чтении депутатами. Свои предложения высказали представители общественной палаты, общественных организаций региона и муниципальных образований. В связи с тем, что в Рязанской области набирает силу новый институт общественных инспекторов, который особенно успешно действует в сфере ЖКХ, я имею ввиду общественных жилищных инспекторов, которых курирует руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, авторитетный член общественной палаты Рязанской области Ольга Алексеевна Харкина. И мы знаем, что наш опыт является одним из первых в России, поддерживается другими субъектами Российской Федерации. То следовало бы более четко определить понятие не только общественной инспекции, но и понятие, это дается понятие в статье 10 общественной инспекции и группы общественного контроля, но и понятие и статус общественного инспектора. Тем более, что общественные инспекторы могут появляться у нас и уже появляются и в других сферах жизни региона. Законопроект содержит 16 статей и определяет круг субъектов и объектов общественного контроля Рязанской области. Осуществлять контроль будут Общественная палата Рязанской области, Общественные советы при Рязанской областной думе и исполнительных органах государственной власти, Общественная наблюдательная комиссия Рязанской области, Общественные палаты муниципальных образований. А контролировать эти организации будут деятельность органов государственной власти Рязанской области и местного самоуправления. В законе прописаны основные виды деятельности общественного контроля, это общественный мониторинг и общественная экспертиза. Но и правильно подчеркнуто в законе, что должны участвовать в общественной экспертизе, особенно специалисты. Не любой желающий, а специалист в этом вопросе. В противном случае с этой экспертизой ничего хорошего не получится. В документе четко прописан порядок проведения общественного контроля в форме общественной экспертизы, общественных обсуждений и общественных или публичных слушаний. Установлены порядок создания общественных советов при органах государственной власти Рязанской области, общественных инспекций и групп общественного контроля. Прописан порядок учета предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых документах, подготовленных по результатам проведения общественного контроля. Мы абсолютно правильно приняли решение о приведении круглых столов. Это одна из форм народного контроля за прохождением законопроекта. Мы были сегодня свидетелями. Что хотелось отметить? Общественный контроль, с одной стороны, это самая простая форма контроля, основанная на самоорганизации наших с вами людей, в том числе и нас, каждого живущего на территории Рязанской области. И задача-то одна, чтобы эффективность, в том числе работы наших органов исполнительной власти, законодательной, была сконцентрирована на одной только цели, что именно общественный интерес должен доминировать в любых решениях, в любых пониманиях, в взаимоотношениях для того, чтобы права и свободы человека, гражданина, в том числе и общественной организации, не только соблюдались, не нарушались, но и создавались посылки для их самореализации. Проведение круглого стола, в ходе которого шло оживленное обсуждение законопроекта, само по себе стало примером общественного контроля. Внесенные предложения будут рассмотрены на заседании профильного комитета при подготовке документа ко второму чтению. Каждый раз становятся только сложнее и интереснее соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны муниципальных районов и городских округов области. Сегодня полем боя для 26 команд стал хорошо знакомым участником стадион пожарной части номер 4. Соперники продемонстрировали свои профессиональные, физические, психологические качества и по традиции услышали напутствие гостей. Пожарные по зову сердца так называют людей, которые даже выбрав совершенно другую специальность готовы первыми броситься на борьбу со стихией. История зарождения российского пожарного общества ведет отсчет с 1892 года. Сегодня в стране около 80 тысяч добровольных пожарных. И снова плечом к плечу они готовы не только стихии доказывать свое превосходство, но и время от времени устраивать соревнования между собой. Товарищ генерал-майор, участники соревнований, название лучшей добровольной пожарной команды Рязанской области для торжественного открытия соревнований построены командующий парадом полковник Анисин. Главы районов подготовили достойные команды, отметили гости и организаторы. В деле спасения человеческих жизней, лесных массивов и домов без полной самоотдачи не обойтись. Весна 2016-го снова началась сообщение о шутниках, которые поджигают сухую траву. А потому сколько бы ни было добровольных пожарных, всегда их будет мало. Это одни из немногих соревнований, где личная победа участников важна прежде всего жителям районов, которые они представляют. Это в кино преступники грабят в основном богачей и банки. В жизни хулиганам хватает смелости только на тех, кто не может дать достойный отпор. На днях в дом 79-летней жительницы Касимова ворвались разбойники с топором. Спасла старушку подруга. Ей удалось незаметно выбраться в окно и позвонить в полицию. Наряд приехал так быстро, что воры не успели далеко отойти от дома. Полицейские выяснили, что накануне вечером двое ранее судимых за хищение жителей Касимовского района выпивали в райцентре, в доме приятеля. Когда спиртное закончилось, 45-летний мужчина и его 20-летний приятель взяли топор и отправились к дому, где проживала 79-летняя пенсионерка. Взяли топор, пошли к бабе. Сняли петлю двери. Я схватил бабку на диван положил. Держал вот так. Сбережения у пожилой хозяйки дома не было, поэтому, избив пенсионерку, злоумышленники забрали из холодильника продукты питания и попытались скрыться. Недалеко от дома пострадавшей пенсионерки сотрудники полиции задержали злоумышленников. Задержанные взяты под стражу. Получила продолжение темы об отношении к животным в трогательных зоопарках. Новая волна негодования зоозащитников проходилась после того, как в социальные сети попали фотографии искупавшегося в луже лебедя и сбежавших из загонов баранов. На прошлой неделе мы показали небольшой сюжет как раз с участием общественников. А вот с руководством зоопарка все это время поддерживали связь по телефону. И, надо сказать, негативной реакции не увидели. Наоборот, представители трогательного зоопарка только рады развеять сомнения переживающих за питомцев-горожан. Лично я, конечно, против вообще любых зоопарков, не только контактных, но я считаю, что контактные и трогательные – это пик жестокости, наверное, из зоопарков. Потому что круглосуточно, там, 24 часа, грубо говоря, в день их трогают, они подвержены стрессу постоянному, либо, наоборот, люди их перекармливают. Таково мнение зоозащитников. С директором же занимательного парка, против деятельности которого они и настроены, нам удалось встретиться буквально на днях. Препятствия Юлия Мусиенко нам не чинила и позволила пройти на территорию парка, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях содержатся его питомцы. Ничего криминального, как ни старались, мы не обнаружили. Ухоженные животные, просторные, чистые вольеры, в которые дети входят только в сопровождении сотрудников парка, что исключает жестокое обращение или возможность перекормить кого-то из питомцев. На каждом загоне висит замок. Видимо, запираться вольеры стали после истории со сбежавшими баранами. Действительно от нас, действительно сбежали, действительно была такая ситуация. То есть в момент, когда у нас была утренняя зарядка и, скажем так, все были вовлечены в этот процесс. И вот, ну это да, это действительно наше упущение. Но барашков мы поймали, то есть с ними все в порядке. Мы их вернули обратно на ферму. Мы их брали с фермы, где они содержатся, ну, большим таким стадом, скажем так. Ну, опять же, это те бараны, которые пойдут просто в дальнейшем на убой. И мы, в общем-то, вернули их обратно. Они такие, ну, не совсем контактные, действительно. Это вот наша, да, недоработка, наше упущение. Не стала Юлия отрицать и тот факт, что самка из пары лебедей, завезенных в их парк, действительно заболела. В первый же день, как у нас вот эта проблема появилась, к нам приезжал ветврач, она проводила осмотр. То есть физически причины нет, то есть все косточки целые, никаких не переломов, ничего нету. Лапки в тонусе, то есть не то, что она им не шевелит, да, в принципе, а она им двигает, шевелит и вполне активно. Но вот какие-то у нее проблемы даже больше с координацией. И почему, скажем так, получилось так, что наши гости это видели, да, там снимали там на видео и так далее. Потому что, ну, мы не прятали ее. Зачем? Если животное заболело, ну, это не говорит о том, что его нужно утилизировать, как-то прятать, да. Я считаю, что нужно решать проблему, а не просто тупо от нее избавляться. К сожалению, в Рязани нет квалифицированных орнитологов, так что лебедя пришлось отправить на реабилитацию в Москву. В позиции зоологов Юлия искренне не понимает. Говорит, что сама не раз пыталась связаться с ними, но на контакт они идут неохотно и конкретных претензий или предложений не высказывают. Вопрос, что же делать с этими животными? Отпустить их на волю? Но там они наверняка не выживут. А на фермах и в домашних хозяйствах условия их содержания вряд ли лучше, чем здесь. Давайте будем откровенны. Кроликов выращивают для того, чтобы их съесть. Коза интересна и нужна только пока она дает молоко. То есть у нас были тоже неоднократно форматы такого звонки. То есть говорили, что, допустим, там коза перестала доиться, да, и она нам больше не нужна. Заберите, ну, либо мы ее там уничтожим, скажем так. Потому что, ну, бабушка не будет ее содержать просто для того, чтобы козочка у нее бегала по двору и радовала глаз. Это, ну, в принципе, это реальность и объективность. И зоозащитников почему-то это не тревожит, не знаю. Мы не беремся утверждать, что в деятельности занимательного парка все идеально. Мы говорим только о том, что увидели собственными глазами. Делать выводы и решать, чью сторону принять – личное дело каждого. Среди типовых в свое время наибольшее распространение получили крупнопанельные жилые дома. Вдохновленные идеи, как можно скорее предоставить работающему человеку отдельную квартиру чиновники, между скоростью застройки и качеством часто выбирали первое. В Рязани 93 таких многоквартирных дома серии 111-83. В части из них уже проведено обследование и выполнены работы по укреплению строительных конструкций на технических этажах. После выхода постановления городской администрации о выделении субсидий управляющим организациям и другим специализированным потребительским кооперативам на выявление и устранение дефектов, граждане-председатели ТСЖ стали обращаться с вопросами, как ускорить этот процесс и какие экспертные организации должны сказать свое веское слово. Особых сложностей в порядке подачи заявок нет. Целый комплекс работ для того, чтобы все ваши затраты, которые вы понесли в 2016 году, в дальнейшем окупились. Форма этих субсидий, она безвозвратная, вам возвращать не требуется. Поэтому нужна активность от тех, кто живет в крупнопанельных домах. Но возникает другой резонный вопрос. Если конструкции технических этажей настолько истончены, что грозят обрушением, то стоит ли рисковать и постоянно думать о том, не сложится ли ваша многоэтажка, как карточный домик? Два случая в Дашку и Песочне уже были подобны, когда плиты технических этажей упали на перекрытие девятого этажа. При этом был октябрь и ноябрь месяц был сильный залитий. Мне приходилось принимать участие в оказании помощи по проведению экспертных работ и по разъяснению юридических вопросов пострадавшей стороне. Хочу сказать, что если брать пример нашего близкого соседа города Москвы, то в бытность господина Лужкова, мэра, данные дома полностью были все снесены. То есть не осталось практически ни одной пяти- или девятиэтажки, которая была построена подобным методом. Ломать, как говорится, не строить. И только от того, что журналисты или активные граждане подняли этот вопрос, в одночасье ничего не изменится. Но оставаться безучастными, когда дело касается жизни и благополучия, все равно не стоит. Часто жильцы только жалуются и ничего не предпринимают. Иногда решить проблему помогает вовремя оформленная заявка. Приезжая в гости к своим героям, мы часто настаиваем поискать семейные альбомы. Но порой ни один режиссерский прием не способен на такой эффект, как старенький, пожелтевший от времени снимок. В самое ближайшее время мы покажем документальный фильм, снятый по инициативе Леонида Резникова. Работа получила название «История одной фотографии» Павел Швальп. По самым скромным подсчетам, за 56 лет работы Павел Григорьевич принял и проконсультировал 150 тысяч человек. Это население целого города. В преддверии дня медицинского работника особенно приятно говорить о том, что такие талантливые люди жили и трудились в Рязани. Первые лучи весеннего солнца пригрели, человек задумался о чем-то хорошем. Так бывает, когда человек доволен своей работой, своим делом, своей жизнью. Как уместить целую жизнь талантливого врача, прекрасного дипломата и хорошего друга в один короткометражный фильм? Так, чтобы каждый рязанец понял, кто же такой Павел Григорьевич Швальп. Врач – это вот этот вот человек, самый обыкновенный, который жил среди нас, ходил среди нас и лечил всех нас. Работа над фильмом началась с обхода друзей. Никаких официальных интервью, только добрые воспоминания, коробки с фотографиями и видеокассетами. Из профессионалов в этом творческом коллективе, говорит Леонид Резников, был только видеооператор Владимир Тихомиров. Остальные просто горели желанием напомнить о прекрасном человеке, который всю свою жизнь посвятил медицине. Это потом, как говорят журналисты, кровью, потом и слезами мы обрезали это все, чтобы в какие-то вот эти вот рамки. Но вот тот, скажем так, подарочный набор, который мы раздали друзьям, родственникам, знакомым, там суммарно около семи часов записи получилось. Официальная презентация фильма состоялась еще в апреле. Авторы и не думали, что название своей работы они тоже найдут в одной из коробок с семейными архивами детей Павла Григорьевича. И одна из фотографий, она вот прямо сразу обратила наше внимание. Вот стоит человек под солнцем, улыбается, ему так хорошо. А вот история о том, что именно Швальб начал возрождение еврейской общины, родилась с байки, вспоминают его друзья. Во второй половине 80-х с гастролями в Рязань приехала знаменитая в еврейских кругах певица Нехамалевши Цайте, которая после выступления почему-то отправилась домой к Швальбу. Павел Григорьевич просто пригласил Диву в гости. Так и повелось, что со всеми важными вопросами люди тянулись именно к нему. К Павлу Григорьевичу приходили из инициативной группы, просили его принять участие. Он сказал, ребята, я очень занят по работе, но знайте, что я всегда был евреем и никогда из евреев не уходил. Что надо будет? Приходите, помогу. После съемок фильма о Павле Швальбе его авторам стало ясно, нельзя позволить забыть имена почетных людей родного города и зачехлять видеокамеру и микрофон еще рано. Ведь если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Это все, о чем мы успели рассказать. Еще больше новостей и интересных программ смотрите на нашем сайте город62.тв. Хорошего вам продолжения вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин